Смерть, жизнь и дар, круг, что бесконечен. Упаковка смыслов, заложенных в этом кино. Я всего лишь покажу вам каббалистическо-масонскую оккультную символику, в нем продемонстрированную. Итак, начинается все со звезды Шерифа, которая в данном конкретном образе есть не что иное, как гексограмма, заключенная в круг. Что в свою очередь является одним из высших религиозных символов иллюминатов. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе бедна. Ее называют великой печатью Соломона и используют в церемониях вызова демона. Реальные звезды Шерифов в основном не заключены в круг. Что гугл, что яндекс поисковики по запросу звезда Шерифа фото, выдает такие вот фотографии. Гексограмма в круге встречается еще на стене над столом в комнате у Шерифа. Ее не просто там заметить, она затенена, но она там есть. Не знаем, почему мир за пределами укрытия таков, каков есть. Древо жизни или древо сферот, согласно Кабале, иллюстрирует совокупность сферот, появившихся в иерархическом порядке в процессе сотворения мироздания и развертывания вселенского бытия, рассматриваемое как динамическое единство, в котором проявляется активность Бога. То есть это эманации Бога и прохождение его пути в материальности. Древо сферот – одно из фундаментальных понятий в Кабале. 6 часов, 6 минут, 6 секунд, в этот день, ровно 140 лет тому назад, это момент, когда мы отстояли свою свободу. Если попытаться понять, зачем в ее обращении были произнесены эти три шестерки, то вряд ли это удастся. И тем не менее, это было произнесено. Пристально посмотрев на основную эмблему фильма, мы заметим, что эту двенадцатиконечную звезду образует двенадцать человечков, что в свою очередь символически. Отсылает нас к двенадцати коленам сынов Израилевых, чьи потомки, согласно апокалипсису Иоанна Богослова, попадут в небесный Иерусалим, а остальным туда врата закрыты. Из Откровения Иоанна. Я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Далее идет перечисление двенадцати колен, мол, из каждого колена по 12 тысяч сынов. И по какой-то невероятной случайности, этажей в бункере как раз 144. А на перилах считывается масонский запон или фартук. Один из самых главных символов в масонстве, а также ритуальный предмет и атрибут масонских регалий. Знаковый, конечно, кадр. И на шее атрибут нам знакомы. И повязка на плече. Зеленая повестка. Услышьте, основатели. Рут Джанс и Сэмюэл Марнс служили укрытию всей душой. Теперь же послужат телом. В последнее время становятся популярными желто-синие оттенки цвета. И что с того? Согласно нашим сводкам, накануне гибели Уилкинса у него был обыск, при котором не нашли ничего. Основной смысл этого всем известного знака не пирамида, как полагают многие, а бриллиант, который ассоциируется с современными оккультистами, с Люцифером, несущим свет. Кстати, бриллианты тройной огранки или бриллианты пируцы имеют 33 грани короны. Число 33 имеет очень важное оккультное нумерологическое значение. Служу этому какова. Символ, точка в круге, встречающийся в убежище несколько раз. Прежде всего означает солнце, абсолюта. А в кабале это один из основных символов, эйм, сов, который олицетворяет беспредельность Бога, существовавшего, как полагают каббалисты, до сотворения мира. Это непостижимое ничто, из-за тем явившего себя, как Бог-творец Элохим. Символ источника Божьего Света. Теория Большого Взрыва от Великого Ничто. Вот что означает каббалистический эйм, сов. Это, к слову сказать, элитный символ. В убежище он находится в кабинете начальства. Ты думал, что это убьет меня. Я ходил по поверхности солнца. Я наблюдал события, столь мельчайшие и столь быстрые, что они практически не случались вовсе. Но ведь ты, Эдриан, просто человек. А к примеру, доктор Манхэттен из вселенной DC обладает сверхсилой, которой нет равных, ну и знак на лбу у него соответствующий. Что это? Еще одно абсолютное оружие? Да. Можно и так сказать. Подверглись атаке. Или у этого светоносца в фильме Тор «Любовь и гром» во лбу тот же символ Абсолюта. Конечно же, не обошлось без всевидящего ока. Ну и как же быть в оккультном сценарии без символа кролика? Как уже теперь я понимаю, кролик – это всегда отсылка к Льюису Кэролу, к Алисе в стране чудес и кроличьей ныре. Ой, кролик, это мне? Давай, давай, беги, беги, тебе говорят! Оставлю расшифровку этих чисел и показаний на циферблате часов для Вадима Шигалова. Всех обнял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова